Суть правонарушений, рассматриваемых по КААП. Административными правонарушениями считаются противоправные деяния, которые могут быть выражены в активных действиях или без действий, совершаемые человеком или юридическими лицом и имеющие признак вины. Важно, правонарушение считается административным лишь тогда, когда ответственность за него предусмотрена КААП или иными законодательными актами, действующими в пределах России. Как уменьшить санкцию? В большинстве статей КААП предусмотрены довольно завышенные санкции, назначить которые имеют право судебный орган или уполномоченный на то должностной инструкции и законодательством субъект в отношении виновного лица. Снижение штрафа КААП осуществляется судом или уполномоченным должностным гражданином только после изучения характера и результатов повлекших проступок степени вины лица его совершившего, а также уровня его материального положения. Специальные статьи КААП определяют виды воздействий на нарушителей для того, чтобы определить, в каких случаях размер штрафа подлежит уменьшению необходимо установить тот круг исключительных обстоятельств, предусматриваемых соответствующим кодексом. Основание для принятия таких обстоятельств во внимание выражено в предоставленном виновном ходатайстве, в котором содержится просьба о снижении административного штрафа ниже низшего предела. Правонарушитель может устно или письменно ходатайствовать гражданину или организации, уполномоченному оштрафовать о необходимости уменьшить наказание. Обратите внимание, фактически, ходатайство – это заявление, в результате рассмотрения которого выполняется назначение меры ответственности. Снизить меру ответственности хозяйствующего субъекта можно лишь тогда, когда граница минимального наказания, предусматривающая квалифицирующий деяние статьи «Более 100 000 руб», предоставляемой суду или должностному лицу просьбе, если виновный просит понизить минимальный предел взыскания, необходимо отразить смягчающие наказание и обстоятельства то, что нарушение не стало поводом для возникновения тяжких последствий, отсутствует физически. Иной вред – наличие сложного финансового положения, если назначение денежной выплаты может привнести сложности для дальнейшего существования виновного. Каждый из указанных обстоятельств, позволяющих уполномоченному субъекту снижать размер платежа, должно быть документально подтверждено. Имеющаяся документация должна быть приобщена к ходатайству. Правовой основой для применения сниженных порицательных мер выступает стакан. 4. 1 КАП. В то же время штрафовать правонарушителей в полном соответствии санкций соответствующей статьи уполномоченной на то может при отсутствии прошения. Образец письменного процессуального документа можно найти на юридических сайтах. Избежать ответственности за совершенное правонарушение практически невозможно. В то же время уполномоченные органы могут не назначать санкцию, ограничиваясь устным замечанием. Юридический аспект такого наказания базируется на отсутствии высокого уровня противоправности совершенных действий, а также ими вызванных последствий. Привлекаемое к порицанию лицо может воспользоваться своим правом обжалования процессуального решения, вынесенного судом, для того, чтобы установить свою невиновность или снизить размер финансового последствия.